Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, всем здорово! В Новосибирске, представляете? Прилетели с самолетом в гости к нашим моделям. Трактор МТЗ-82. Делаю технические обслуживания, осмотр. Отнобанкового аккумулятора сдохла. К сожалению, ничего не сделать. Привез новый аккумулятор. Сейчас будем запускать трактор, друзья. Аккумулятор от Муравья тоже на зарядку сразу поставлю. Работает ли все? Так, руль Поворачивает. Ездит, скорее всего. Это первая передача. Вторая передача. ВОМ. Посмотрим. Работает ли? Нет. Вал отбора мощности. Смотрим. Смотрим свет. О, свет работает. Хорошо. Колеса крутятся. Вперед-назад. Коробка передач работает. ВОМ работает. Свет работает. Осталось проверить гидравлику. Насос. Работает. Так. Вроде сюда, да? О, работает. О, работает. Вот даже отжимание делает. Классно. Вроде, вроде вот здесь. О, работает. Ой. Так. Работает. Трактор у нас хорошо работает. Свет в комнате не очень. Смотрим навеску. Так. Навеска. Отлично. Работает. Все работает. Трактор весь работает. Все хорошо. Если есть гидравлика, значит масло стопудово куда-то просачивается. И еще надо протянуть все вот эти вот штуцера. Вот чуть-чуть вот так попротягиваю. Их жесткости, герметичности хватит еще где-то на год. Шикарно. Мы с трактором закончили, друзья. Надо сначала выключить аккумулятор на тракторе, потом уже на пульке. Ну вот такие дела, друзья. Друзья, у нас тут встреча трактора ИКБ Морозова. А там еще муравейчик стоит. Муравей. Посмотрим на него. Так, дяденька. Полностью металлическая кованая деталь. Капот, крышка. Здесь у нас стоит настоящий двигатель внутреннего сгорания. Четырехтактный бензиновый, друзья. Бардак тут, конечно, огромный. Невероятно сложная модель. Раз. Капотец. Совсем как на оригинале. Здесь у нас деревянный ящик в кузове лежит. Сюда мы ложим аккумулятор. Аккумулятор вот такой. С подвеской. Здесь у нас колодочные тормоза. И спереди, и сзади. Видео обзор муравья можете посмотреть на плейлисте на канале. Сейчас нам надо получить доступ к двигателю. Смазать все движущие части. За маслом еще надо съездить. Ну и, конечно же, пробовать заводить. Эксистема. Бак внизу. Этот бак у нас муляжный. Потом посмотрим обзор на и кино. Про этого муравья у нас на канале. И вспомним, как это все у нас работает. Сейчас надо кое-что там подкрутить. Подтянуть. Все хорошо. Заводилка вот она. Шнурок от заводилки потеряли. Что реально? А ведь точно шнурка от заводилки нету. А! Да, реально покидим. Мозы ремонтировать не дыбом, но второй по счету построенный в Новосибирске мост. И вот этот мост, он построен в 70-х годах. Была такая идея, что людям надо красоту. И парк, где находится монумент славы, в гранитной платформе, вот это новый ледовый дворец спорта. Большой и красивый. Как в Сачах. Строили подмолодежный чемпионок мира по хоккею. Ух ты, как тут интересно. Как не подъехать. Про метромост. Копать под рекой, как в Москве и Питере, тоже посчитали невозможным. Поэтому построили метромост. Вот, да, вот это вот та самая, вот то, что мы с вами развилку видели на левом. Спасибо, Ирина. Какая горочка шикарная. Какая горочка шикарная. Сноуборд-школа. Раскопа чё-то. Такая вот была горнолыжка на Лостивирске. Надо сюда заехать. Прохватить. В июле 1965 года люди, которые шли по мосту, были на набережной, слышали жуткий пул самолета. Метромоста на него еще не было. Но его, значит, он пролетел под мостом и взбыл в небо до того, как режется последующий за ним железнодорожный мост. Вот на этих пустых опорах стоял изначально мост. Питерских, ленинградских, эвакуированных детях и других. Современный город. Особенно те здания. Не перпендикулярно земле у него стен. Современный. Осипирский. Туар со всего мира, то есть как бы со всего глобуса. Ну, адаптирует его к местному. Повли в 1950-м здании построено. Памятник. По середине Ленин. Справа рабочие колхозницы. Сибирский вариант. Ну, потому что с факелом и колоском. В оригинале они сербов и голод. И дальше рабочие, крестьянин и солдат Красноармей. Наступил новый день в Новосибирске. Побывали только что на экскурсии по городу. Сейчас начинаем делать технический осмотр, обслуживание двигателя и в целом муравья. Посмотрим состояние двигателя. Тут двигатель четырехтактный. 1,3 кубических сантиметра. Посмотрим его состояние. Смажем все движущиеся детали. Топливо привезли. Масло привезли. Ну, а, конечно же, потом будем его заводить. Его нам надо будет перевернуть. Переворачиваем модель. Давайте рассмотрим. Двигатель. Вот он. Картер двигателя. Коробка передачи задним ходом. Вроде все хорошо. С виду. Ремень натянут. Тормозные тяги хороши. Запасочка. Все шикарно. Модель, можно сказать, отдыхала. Стояла на полке. Ремень сцепления тоже в норме. Но сначала нас интересует, конечно же, смазка нашего двигателя. Надо его смазать. Он потому что непонятно в каком состоянии. Надо открыть вот эту крышку. Руками не откручивается. Нужен инструмент. Шприц с маслом. Что-то со стола перебрался на пол. На полу буду все это делать. Сейчас измажу в гостинице ковер маслом. Надеюсь, я этого, конечно же, не сделаю. Но, возможно, придется. А может и нет. Пленку, наверное, подложить, чтобы не запачкать случайно, да? Вкручиваем крышку, да? Вот эту крышку нам надо открутить. А я, блин, плоскогубцы только такие взял. О, хорошо. Это у нас крышка обслуживания. Друзья, там такое черненькое масло. Сейчас будем шприцом догонять туда во все движущие части масло. Надо будет нижнюю мертвую точку и капнуть масло в поршень, в цилиндр, во все, во все, в подшипники. Ну да, разбирать полностью не буду. Кажется, хорошо у нас получится. Так, смазать. Привезли мне вот такое масло. 10В40. И мы будем смазывать сейчас двигатель. На кончике держится. И вот так вот. Капаем. Опять же, правило такое, что масла много не бывает. Она потом разбрызгается, куда ему надо. В область, где распределители. Кулачки. Там, где подшипники. Ну, капель, наверное, 20 сейчас туда. Напихаю. Там, куда надо, она разбрызгивается сама. Закрываем крышечку. Здесь закончил. Теперь разворот у нас будет. Разворачиваем. И накапываем здесь в клапанную группу. Где все эти движущиеся части. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять мест, куда надо капнуть. Донес, капнул. Так. Раз, два. Туда попасть туда, надо его поставить. Поставил вот так муравья. Не надо попасть вот куда-то. А вот там, внутри, короче, надо попасть. Повелить его. Чтобы масло проникло. Пора его заводить и посмотреть, как он работает. Сначала проверим электрическую схему нашего муравья. Привезли вот такую конечку топлива, бензина. Я его в маленькую бутылочку сейчас разведу. 5 грамм бензина надо добавить 4 миллилитра. Два. Все, вот столько. Навоняло. Ну вот. Топливо готово. Этого на муравья хватит, наверное, на 50 демонстраций его работы. Включаем сначала пульт, подключаем питание бортовой системы. Включил, закрываем ящик, копийные застежки. Шикарно. Руль и поворотники сразу проверяются. Сзади. Все работает. Габариты работают. А, нет, понял. Понял. Собственно, поломок тут никаких не было. Просто надо было обслужить двигатель внутреннего сгорания. Бензиновый, 4-х тактный. Интересно. Так, тут обнаружился один косяк. Панель приборов заработала. А вот лампочка, светодиод фары, по-моему, сгорел. Надо найти светодиод. А вот светодиодов-то я и не взял. Я его сейчас могу завести, потому что завести его важнее. А фару пока оставлю. Сначала заведу, а потом поеду уже за светодиодом. Паяльник я привез. Все привез, а вот светодиоды, я не подумал, что лампочка может быть сгоревшей. Так, эту крышку можно закрывать. Мы его закрываем. Так, как она сюда вставляется? Вот так. Раз, 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 раз. Вставилась. Винтик вот этот. Сгорел. Зачем ты сгорел, сволочь? Не понимаю. Так, вот я фарку достал. Еще не проверили сцепление. Сцепление. Сцепление работает. Вот он поджимает ремень к ролику. Проверяем тормоз. Так, он еще. Так, с коробкой передач разобрался. Не включалась. Теперь все работает. Сейчас буду заправлять его. Вот у нас заправочная горловина. Такая вот крышечка. Снимаем его. Набираем шприц. Здесь объем ровно бака. Набираем шприц. Заправляем и заводимся. Засовываем сюда. И аккуратненько. Очень аккуратненько. Аккуратненько мы туда его... Все, заправили. Закрываем крышечку. Я же в ту сторону накрутил вообще. Звук был приятный. Ну, должен завестись. Мама дорогая! Со второй попытки... Газку надо добавить. Где у нас газ? Ребята, уазик... Уазик, говорю, муравей. Завелся. Сразу. Со второй попытки. Даже без проблем. Шекарный. Остается только проблема с парой. Голос. 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 Ребята... Мы завели муравья. Тарахит. Прекрасно. Я сейчас снимаю кино для канала. Класс. Ногой, рукой. Класс. В гостиничном номере. Класс. Газово. Шекарно. Вот это, блин, крень. Что это может быть? Твою же мать! Передвинулся все-таки на стол. Ребята, мне пришлось разобрать башку. Появился ужасный штук. Не знаю почему, но вроде бы как все целое. Клапана, все-все-все. Разберу. Вернее, соберу. И посмотрю еще раз. Собрал мотор на место. Пробую заводить. Зажигание. Да, с муравьем серьезные проблемы. Катушка зажигания с дерева. Искра очень слабая, поэтому не заводится. Потянуть у нас в данной ситуации возможности нет. Мы заказываем комплекты зажигания отдельно из Китая со свечками и будем делать быстросъемное зажигание коробочки, чтобы, если что, быстро штекера перетыкать, отлепить двусторонний скотч и заменить на рабочую систему зажигания. Поэтому муравей выезжает ко мне. Не знаю, сколько времени пройдет, пока все это будет ехать. Ну и на скорую руку мы все это починим. И следующий фильм у нас будет про реанимацию муравья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и будет у нас очень интересно. Тем, кому фильм пришелся под уши, можно поддержать донатиком. Я думаю, такой фильм достоин небольшого донатика. Самого маленького. москвичи. Блин, какие красивые машины были, да, раньше? Сейчас какие-то кирпичи делают, а железо миллиметра два, наверное, толщиной. О, Юрия Гагарина машина. Первая серия, где звезда. Он немножко с завода-то абсолютно не такой был. Он все равно был какой-то матовый, потертый. Тогда же на краске не обращали внимание. А это, как бы, такой пустовался, облегченный кузов, деревянная часть. Ага. Буратино называется. Деревянная. Это генератор, что ли? Для меня не хватит, если все это, рассматривать каждую деталь, стоять тут на каждую машинку за пять минут, как сделано именно. Да, труда, конечно, сколько. Здесь вручная работа. Наверное, железо миллиметра два с половиной, как минимум. Правильно, мы там, двигатель. Ну, такая, что коржа, вот такая вот. А болгарин как-то новая доставочка. А вот это бивает. Это какой-то облегчение. Ага. Может быть, посадки. Как-то как-то . Продолжение следует...